Аллилуйя! Давайте Богу воздадим наши аплодисменты. Давайте будем провозглашать богословение. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Вы унаследуете эту землю. И сегодня мы можем с вами сосредоточенно смотреть на нашего Господа и можем получать богословение престола Божьего. И все места действия, которые связаны с нами, там будет происходить действие Божие, которое превосходит пространство времени. Я благословляю вас на этом. В нашей жизни с вами, вот наша жизнь с вами подобна пустыне. Это что значит? Что есть очень много вещей по сравнению с избытком чего-то. И вот сейчас очень много людей, они наслаждаются материальным достатком. Но даже если у нас будет много материального, будем ли мы довольны, будем ли мы счастливы? И вот с какой-то стороны тоже бывает, что вот израильский народ, которые... Вот они шли тоже в Ханан. И вот в Ханане уже тогда там жило 31 народ. Семь царей там правило. То есть получается, израильский народ, он даже не понимал, с каким... с каким... как бы кризисом, с каким... вот... он может столкнуться. То есть это немного похоже на нас с вами. То есть мы тоже, мы живем в мире, и мы не знаем, что... что произойдет. То есть каждый день мы так проживаем. Так что есть то, что нам необходимо с вами. Необходимо принять решение Евангелия. Поэтому сегодняшняя тема Евангелие, которое надо испытать сегодня. И сегодня Евангелие, которое надо испытать. Вот сегодняшняя миссапсаня, это... Вот второзаконие 6 глава, хорошо, знаете, это место специальное. Вот наши... Вот нам, которые идут по пустыне, Бог, Он дает очень важное... Очень важно, как можем завоевать землю. Ханан. Вот особенно... Вот первый стих. Вот повеление законное, которым повелел Господь, Бог ваш. Здесь написано, вот... Вот. Что значит вот? Вот если вы посмотрите вот второзаконие 5 главу, то говорится о 10 заповедях. То есть, получив 10 заповедей, теперь Бог говорит израильскому народу, вот, то есть, вот, теперь, то есть, это говорит о том, что Бог хочет, чтобы мы сосредоточились на Божьем Слове. то есть, прежде всего, мы сами должны быть сосредоточены на Божьем Слове и должны быть людьми Слова Божьего. Вот если посмотреть второй стих, то сказано, вот, которые заповедуют эти слова тебе и сынам твоим, и сынам сынам твоим, то что это значит? Ты не сам сосредоточиваешься на Божьем Слове, а и семья твоя, и дети твои. Вот. Вот им необходимо передать это слово. Об этом говорится. И третье стих тоже очень важное слово. Итак, слушай, Израиль, и старайся вот, исполнить, исполнить, чтобы весьма было тебе хорошо в земле, которую Бог тебе пообещал. Значит, на местах действия Бог говорит, что одерживайте победу. То есть, вы получили слово, и за это слово держитесь на местах действия. Послушайте, это так. Вот это слово, его не надо знать знаниями. Это послание местодействия. Поэтому, вот как сказано сегодня, в землях, где течет молоко и мед, и он говорит, чтобы тебе было весьма хорошо, чтобы ты размножился. То есть, Бог дает нам слово для одержания победы. И четвертый стих, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. То есть, о чем здесь говорится? Говорит, сосредоточься на Евангелии настолько, чтобы Евангелие запечатлялось, запечатлилось тебе. То есть, вот если посмотреть, седьмой стих, то необходимо, чтобы это Евангелие, оно стало нашей жизнью, чтобы это Евангелие вошло внутрь нашей жизни. Это в седьмом стихе так сказано, «И внушай их детям твоим вот эти слова, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая». И восьмой стих, «И навяжи их в знак на руку твою, и добудут они повязку над глазами твоими». Что это значит? То есть, необходимо сделать так, чтобы этим являем мы наслаждали в нашей жизни, вот настолько запечатлевать слово. Значит, в сегодняшнем месте Списания Моисей, он как бы дает просьбу советскому народу, «С самого детства нашим детям, нашим потомкам говорите о Господе, чтобы они боялись Господа». Вот об этом говорит сегодняшнее слово. Поэтому прежде, сначала наши родители должны слово иметь в своем сердце, и потом, вот, как сказано в шестом-седьмом стихе, тогда смогут и детям своим говорить. Шестой стих, сие слова, «Пусть будет сердце твоем», а седьмой стих, «Учи их детям твоим». То есть, прежде слово должно быть внутри меня. И тогда получится детям и потомкам передать это слово. Это так, потому что вот в мире у нас есть тоже много мирского, чего мы выучили, потом методы жизни выучили, и учили, мы выучили, что надо приводить усерие, своими способностями все делать. И вот это все потом выходит. Но, послушайте, нельзя менять порядок. Прежде отношения с Богом, а потом отношения с человеком. Отношения с Богом, отношения с человеком. Поэтому вот здесь самое важное, это необходимо все начинать с поклонения Богу. Вот об этом говорит нам слово. Вот. В этом мире люди усердно живут, развивают способности. Ну и как-то живут, ну, конечно, это возможно. То есть, бывает так, что вот даже неверующие, они имеют больше, как бы, всего, чем верующие. Но, если упустить тайну поклонения Богу, тогда даже мои способности, даже мои таланты, они могут, через них может произойти действие, вот, бедствие. Послушайте, если без Бога достичь успеха, тогда в итоге что произойдет? То есть, жизнь, она, жизнь, она получается, она противоположна Евангелию. Поэтому, можно ли сказать, что такой человек, он сильный, даже если у него сила? На самом-то деле, произойдет, бедствие придет. Поэтому, прежде всего, мы, сами, должны входить в благословение, прославление Господа. И, прежде чем в наши детей зайдет что-то другое, не пойдем передать эту тайну, так же само, чтобы они боялись Господа. И вот, в сегодняшнем слове так сказано. Вот, пятый стих. «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими». То есть, прежде всего, в нашем сердце, нашей душе, нашей силой, нам необходимо возлюбить Господа. И на этом не заканчивается все. А после этого, необходимо и детям передавать слово. Послушайте, прежде чем что-то усердно делать, есть то, что необходимо делать до этого. Послушайте, неверующие, но кажется, что неверующие вроде бы они что-то делают и что-то получается, но на самом-то деле, вот они, чтобы что-то получилось, они сосредоточиваются, там получают обучение, способность развивают. То есть, необходимо понять о человеке. Человек, он духовное творение. И Бог, он сотворил человека по своему образу и дал благословение плодиться, размножаться, наполнять землю, управлять ею. Но человек упустал это благословение. Поэтому, теперь, когда мы будем немножко сосредоточиться на Евангелии, будет появляться сила и будет появляться специальность моей, способности моей. Поэтому, вот если вы тоже, если на чём-то около 10 лет сосредоточитесь, вы станете специалистом. Но не проблема стать специалистом. Зачем я делал какую-то работу? То есть, люди, не имея цели, они разрушаются потом в итоге. Вот вчера, к примеру, я немножко поговорил с реангентами, которые ответственны за изготовление видео. И вот я сказал, что вот наша цель уже 20 лет прошла. И вот сейчас мы как бы, мы идём по новому пути. Путь ради спасения 237 стран, ради 5000 учеников. И вот мы сейчас подготовимся, и мы делаем новую систему. Поэтому, я сказал, что я молю за вас, чтобы вы по-новому сейчас создали систему и подготовились. и вот сейчас, ну как бы, мы сформировали по-новому команду по подготовке видео. Я смотрю, как они делают, они вообще не очень хорошо работают. Потому что, вот, ну я думал, что, ну что там делать, взял и сделал видео. на самом-то деле, ну вот наши, ну ремнеты, вот они по ночам даже работают. И, ну, конечно же, важно что-то делать усердно, но почему я делаю эту работу? Необходимо найти причину. Вот почему я это делаю? Необходимо найти причину. послушайте, почему им надо работать, делать это? Вот если вы найдёте эту причину, тогда вы сами заметите, как к вам придёт мудрость. То есть, просто усердно что-то делать, это ещё не всё. Есть то, что, конечно, я должен делать, но Бог, Он мне даёт силу. и придёт мудрость, о которой мы даже, ну, не могли подумать. Вот придёт такое. Послушайте, но вот есть ремнеты, которые учатся, ради этого они сосредотачиваются, они готовят свои способности, но даже если появится хотя бы один ремнет, который будет перед Богом стоять, стоять, который будет сосредотачиваться на Божьем Слове, тогда придёт действие, что придёт ответ ради завоевания 237 стран. Получился такой ответ. Бытие 1.28 сказано «Всем обладаю, всем управляю». То есть, это благословение данное людям, которые были образом Божьим. Поэтому вы так же само немножечко сосредоточьтесь, каждый день слушая над Словом. И вот кажется, что у неверующих есть способности, благодаря которым они готовились, получали их долга. Но поскольку я являюсь народом Божьим, то если я сосредоточусь на Божьем Словом, тогда я сам того не замечу, как на всех моих местах действия придёт благословение «Всем управляй, всё завоевай, ты благословен». Это благословение, которое Бог дал нам. Поэтому Бог, Он говорит нам Слово «Всё завоевывай, всем обладай». Вот сегодня один пастор, он, ну не сегодня, а я вспомнил сегодня свидетельство одного пастора, вот, что это за свидетельство такое? Значит, вот, один человек, ведя служение, вот, кое-кто принял Евангелие, и потом вот этот человек начал получать обучение в церкви, но вот, он уже был в возрасте, поэтому Слово в него не входило. Слово не совпадало с его сущностью, и вот он начал понимать, ага, вот это моя сущность, она не совпадает со Словом. Поэтому он начал постоянно слушать Слово, занимаясь спортом, слушать Слово. К примеру, что-то просто там находясь дома сам, слушая Слово, он постоянно слушал Слово. И потом, и вот раньше он беспокоился за человеческих отношений в церкви, за конфликтов, а что тут произошло? В течение 3-5 лет он сосредоточился на Иване, и церковь стала крепчать, стала более крепкой. Марка, Матфея 16-18, я поставлю церковь на камне. То есть, если человек постоянно слушает Слово, тогда он становится сильным, и больше он не получает влияние от слов людей. Теперь уже слова других людей, но оно не важно, и он не колеблется больше, стоит крепко, как на скале. Это что значит? Это действие, все завоевывая, всем обладая. Вот это так. Вот если я буду постоянно слушать Божье Слово, Евангелие, то сам того не замечаю, как вера придет. Почему? Потому что вера, она от Слова приходит. Послушайте, я хожу куда-то в церковь, что-то делаю, или у меня хорошая голова, я соображаю хорошо. От этого вера не приходит. Вера приходит от слышания. Поэтому, когда мы слушаем Слово, мы видим, в чем нам надо обновиться. Вот так же самое сейчас израильскому народу Бог говорит Слово, прежде чем они вошли в Ханан и завоевали его. Это послание, которое Бог дает до перезавоевания. И для того, чтобы спасти 237 стран, 5000 племен, мы сами должны обновиться. Правильно? И чем мы должны обновиться? Первое. Значит, Бог израильскому народу до того, как они вошли в семью Ханан, Он уже говорит им Слово, послание завоевания, что вы завоюете Ханан. Поэтому, первое, это послание завоевания. Вот, в законе 6.1 сказано, вот заповеди и постановления законы. То есть, что это значит? Я даю вам Слово, потому что считайте, что вы уже завоевали Ханан. То есть, это было Слово завоевания. Послушайте, если есть то, в чем нам необходимо обновиться, тогда вот это Слово, оно должно стать только. Только Евангелием мы сможем обновиться. вот израильский народ, значит, во время пустыни много людей умерло. Но все те, которые шли по пустыне, у всех у них было вот это слово. Какое слово? Которое мы прочитали сегодня. То есть, вот израильский народ, они всю жизнь держали за это слово, с 6-го 1-го по 9-й стих, и вот они этим словом завоевали все. Особенно 5-й стих, посмотрите. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, всеми силами твоими. То есть, что это значит? То есть, держись только за Евангелие. Вот об этом имеется в виду. И вот, если посмотреть 6-й, 7-й стих, сказано, внушай детям. Вот, до какой степени внушать детям? Вот, будешь сидеть, внушай, будешь идти дорогу, внушай, ложись, вставай, внушай. То есть, учите. То есть, родителям здесь дается повеление. Учите детей, чтобы они держались только за Евангелие. Вот, в нашей стране сейчас уже начали готовиться к президентским выборам в следующем году. А почему так заранее делают? Потому что выбрать руководителя, лидера страны не так просто. и вот сейчас очень многие люди задумываются, а вот лидер, настоящий лидер для нас со стороны это какой человек? и вот и вот до сегодняшнего момента было много людей и вроде бы элитные и образованные, но постоянно много проблем появлялось. То есть, действительно, найти руководителя страны не так просто и затем в политике очень тяжело в отношении с людьми. Ну, в церкви так же само, то есть, вот, в мире так же само. Поэтому многие люди, они не могут превзойти эти человеческие отношения и падают из-за этого. То есть, они не могут найти важный ответ внутри человеческих отношений, поэтому вдруг критикуют, ставят палки в колеса. Поэтому и вот видно, что даже верующие не забывают об этом, что не чадо Божие и вот так вот впадают в конфликты. Но что необходимо запомнить? Значит, только Евангелие, только прийти к заключению в Евангелии, только держа за Евангелие, можно превзойти человеческие отношения. Послушайте, все те проблемы, которые у нас есть, и трудности, и кризисы, так же само. Если прийти к заключению Евангелие, то, как сказано в израильском, от израильскому народу, ничего другого не говорит, только держи за Евангелие. И сделай так, чтобы дети тоже держали за Евангелие. То есть, чтобы они пустили корни, чтобы они пришли к заключению в Евангелие. И тогда, вот если мы в нашей жизни примем заключение к Евангелиям, то и проблемы, и трудности, и кризисы, оно ничего нас не разрушит. вот мы посмотрим к такому выводу. Вот вы посмотрите на библейских личностей, они все входили в трудности, в проблемы. И не избегали кризисов, а входили в кризисы. Послушайте, проблема есть, трудность есть, кризис есть, вот есть у меня конфликты с людьми. Значит, вот если вам так кажется, то вы обманываетесь. Потому что, ну, как бы так кажется, что очень важно, если я Божий человек, тогда и в конфликтах, и в трудностях есть Божий план, сокрытый Божий план. Поэтому быстро, куда нам необходимо войти? Необходимо войти только в Евангелие и прийти к заключению в Евангелии. Вот Иосиф, он пришел к заключению в Евангелии. И вот вы знаете, все конфликты, которые у него были, они к нему не имели никакого отношения. Вот братья, братья, которые продали его. После того, как Иосиф пришел к заключению в Евангелии, все, что говорили братья, это было глупостью просто. А если к заключению в Евангелии не придешь, маленький конфликт, и ты уже падаешь. Он сказал евреям 1,38, что они были людьми, которых мир был недостоин. Это что значит? Это не значит, что мир боялся их. Это значит, что мир не мог победить этих людей. Каких людей? Тех людей, которые пришли к заключению в Евангелии, мир, мирские люди победить не могут. Посмотрите на раннюю церковь, посмотрите на антиохийскую церковь. Даже послушайте, после гонений рассеялись верующие. И вот потом они рассеялись и собрались. И вот эта церковь была антиохийская, и вот написано, что через ту церковь все благословения Божьи проявились. Почему? Они пришли к заключению в Евангелии. Поэтому нам с вами ничем другим, а только необходимо прийти к заключению в Евангелии. А если так не произойдет, тогда чем больше ведущихся сферы, тем тяжелее становится. Вот много проблем появляется, и пытаясь не видеть проблемы, а вижу проблемы, и тяжело в отношении с людьми. Ну, действительно, послушайте, я бы оставил семью Господа, чтобы вы пришли к заключению в Евангелии. И сегодня восьмой стих очень важен. «И навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими». И девятый стих. «И напиши их на косяках дома твоего и на вратах твоих». Опять, держись только за Евангелие. Послушайте, вот это, вот, знак на руку твою, повязку на глаза твои. То есть, держись только за Евангелие. И тогда какой придет ответ? В Таразаконе 6.2 написано «Дабы дни жизни твои продлились». И вот третий стих тогда сказано, что Бог даст нам благословение, которое Он нам говорил, и будет весьма хорошо. Послушайте, все благословения тогда будут для меня благословения. Вот. Все, что будет происходить, это будет настоящим ответом для меня и настоящим благословением. Поэтому в третьем стихе сказано, что чтобы ты размножился, то есть, Бог тебя размножит. Вот у меня тоже есть уверенность. если внутри Евангелия делать вот это или вот это, да что бы ни происходило внутри Евангелия, даже скажется что-то маленькое либо большое, сильное, либо слабое, все придет к благословению. А если вне Евангелия прилагаешь усилия, трудишься, но в итоге все, все как бы суета, все тщетно. И вот нельзя, чтобы мы с вами жили такой тщетной жизнью. Поэтому, как сказано в сегодняшнем стихе, дабы ты размножился, третий стих. Значит, израильские народы только заодно хватились и завоевали весь мир. За что это? Написано, Бог твой един Бог. То есть, вот эти мани и с это они завоевали весь мир. Тогда за что нам необходимо держаться с вами? Вы знаете, какое слово обязательно свершится в нашей жизни? Значит, израильский народ ухватились за то, что только Господь есть един Бог. И вот это слово, оно свершается к нам. Знаете, что-то зло Иоанна 19,30. Все совершилось. Что совершилось? Какую работу совершил Иисус? Деяние 1,3,8 и 13. Царство Небесное, Дух Святой и Царство Небесное, Дух Святой, Дух Святой. То есть, израильский народ они ухватили за ответ только за Христа, за Царство Небесное, за только Духа Святого. Если держаться за вот эти, за вот это Божие Слово, тогда все наши местодействия, мы их завоюем. Вот, израильский народ, они держались за Бога, который является единым Богом, и завоевали весь мир. И теперь это слово, оно свершается, и оно пришло в нашу жизнь так же самое, что нам необходимо держаться за Христа. Тогда на всех местах действия мы сможем завоевывать и управлять этими местами действиями. А почему у нас должно быть с вами Христос, Царство Небесное, Дух Святой? Послушайте, если вы правильно увидите проблему, тогда вы к другому ответу не придете. Бытие 3 глава, 6 глава, 11 главы. Вот, все, вот, я, Бытие 3, 6, 11, и вот, семьи людей, это Деяние 13, 16, 19, это шаманы, догадания и идолопоконство. И как результат какой? Да кто угодно есть сейчас состояние неверующего человека. Вот так вот приходит это очень просто. И вот если не Христос, ничего не получится. Если не Царство Небесное, ничего не получится. И если не Дух Святой, тогда ничего не получится. Поэтому верующие в церковь Хана вот только ухватить из Божьего Слова, как израильский народ. Значит, но об этом говорилось раньше, что Господь Единый Бог, а для нас сегодня это только Христос, только Царство Небес, только Дух Святой. Я был осторожен, что вы держались за это слово. И во-вторых, слабость израильского народа, то, что они упустили суть Евангелия, вот эта слабость. Значит, израильский народ в сути, они упустили суть Евангелия. Значит, израильский народ, они знали Господа, Который является Единым Богом. Но они не понимали, почему это Евангелие надо передать другим народам. Зачем надо спасти все другие народы, они не знали этого. Вообще-то, Бог призвал израильского народа, чтобы спасти все другие народы. А они этого не поняли. Поэтому они думали, что это благословение Божие только для нас, только для нашего народа. Вот это называется идеология избранности. То есть, они думали, что другим народам Бог не нужен. Но Божьи мысли наоборот, что до конца земли все народы должны были знать Бога. Поэтому израильский народ, который не увидел других народов, держались только за свой народ. А, только наш народ нуждается в Евангелии. То есть, поэтому они упустили вот этот Божий план, чтобы благословить все народы. Поэтому израильский народ упустил этот Божий план, Бог отправляет их в плен, в рабство и к колонии. Поэтому израильский народ, думая, что только они должны насаживаться Божьим 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 Божьим, они создали свод правил, основанный на законе. И вот результатом вот этого свода правил, законов стало то, что это стало традицией. То есть, вот эта традиция постоянно передавалась из поколения в поколение. И весь израильский народ просто стал быть схваченным вот этими традициями. Но поскольку они упустили Евангелие, это стало причиной того, что они постоянно приходили к поражению. Поэтому это уже было не Евангелие, это просто были традиции. И традиции просто, ну, как бы, казались хорошие. Но это традиции, где была упущена Евангелие. Значит, послушайте, вот, ради того, чтобы имя Господа превознести, надо строить здание, да? Но они стали строить здание и сосредотачиваться на традиции. То есть, это причина того, что они пришли к поражению. Почему? Потому что они упустили суть Евангелия. Послушайте, вот это то, в чем необходимо быть аккуратным, когда мы ведем жизнь сферы. Значит, нельзя ставить выше Евангелие что-то другое, даже если оно хорошее, даже если оно такое выдающееся. В церкви традиции не нужны, потому что, значит, да, конечно, должны быть некие там стандарты и так далее, но нельзя ставить стандарты выше Евангелия. Вот так же само вот в нашей церкви тоже есть определенные как бы там правила, но это все для детей и для верующих. Но почему мы это делаем? для того, чтобы церковь, она не сосредоточилась на чем-то другом. Потому что, если посмотреть, то проходит время, и в церкви начнет сосредоточиться на чем-то другом. Поэтому в этом мире, упустив суть Евангелия, постоянно приходит бедствие. Поэтому вот так же само мы с вами, традиция, что-то еще, нельзя ставить выше Евангелия. за Евангелия необходимо держаться, Евангелия наслаждаться и Евангелия провозглашать. Я благословляю, чтобы вас, Господь Иисус, чтобы вы стали такими людьми. Но я не говорю о том, что если что-то есть хорошее, оно не надо. Нет, я просто хочу сказать, что хитрый сатана, он всегда ворует духовные благословения. Потому что, посмотрите, сейчас вот этот вирус, вирус, корона, из-за этого многие люди упускают все благословения, благослужения. То есть, сатана, он дает что-то якобы хорошее, но ворует духовное благословение. И в результате человек разрушается. Поэтому, если упустить суть Евангелия, тогда обязательно будет атака сатаны. Поэтому, послушайте, как бы люди не пытались соблюдать закон, этим законом невозможно победить сатану. Люди пытаются жить правильно, но этим невозможно прогнать сатану из жизни. Послушайте, даже если вы будете жить так очень хорошо и правильно, сатана, он из-за этого не убежит, колени не преклонит. Поэтому, религия так же сама. Как бы люди не пытались вести религиозный образ жизни, сатана, он не преклоняет колени из-за религии, из-за закона. И так же идолопоклонство. Многие люди, они впали в идолопоклонство. Послушайте, вот результат религии это служение сатане. То есть люди не знают, что такое идол на самом деле. Поэтому вот эта культура идолопоклонства на целую страну завоевывает. То есть дремя с вами люди не знают, что такое действие сатаны. Поэтому израильские народы, хоть они якобы что-то хорошее имели, но поскольку упустили суть Евангелия, то если посмотрим на историю, то они постоянно блуждали. Они стали народом пораженцев, постоянно в трудности. Поэтому наша церковь, я и вы, что бы ни случилось, нельзя, давайте не будем упускать суть Евангелия. Все остальное просто оно проходящее. Послушайте, все, что вы видите глазами, оно все пройдет. Обязательно у Бога на все есть свое расписание. А я сейчас на каком месте нахожусь? Значит, 99% держатся за то, что скоро пройдет. И церковь обманутся этим. 99% это то, что пройдет, исчезнет. И вот я и церковь наша, церковь она, послушайте, давайте держаться за суть Евангелия. Для того, чтобы сатана, он убежал. Я благословляю с именем Господа Иисуса Христа на это. Я подытожу сегодняшнее слово. Нам необходимо прийти к заключению Евангелия. И давайте не будем упускать суть Евангелия. Послушайте, вот это значит и сегодня испытывать это Евангелие. Прийти к заключению в этом Евангелии в этом Евангелии и вот этим Евангелием смотреть на все, испытывать все. Значит, что делать, чтобы не упустить суть Евангелия? Необходимо находить ответы в Слове. И для этого необходимо иметь такое время глубокое. Вот это значит прийти к заключению в Евангелии. Когда мы в Слове, значит, послушайте, работа ваша, события, ситуации, все это необходимо, все необходимо в Слове найти ответы. Вот это значит найти, прийти к заключению в Евангелии. А вот человек, который вот это испытает, он больше не упустит эту суть, эту глубину Евангелия. Поэтому все наши верующие в Церкви Хана в проблемах пусть у вас будет глубокое время, когда вы находите в Евангелии все ответы. Я бы вас сказал, чтобы вы восстановили это. Вот если у вас будет такое время, когда вы в Слове будете находить все ответы, тогда, как сказано «Бытие 2.7», мы сами будем оживать. Если будем наслаждаться радостью, тем, что мы в Слове находим все ответы, жизнь нашивают. И потом тогда вот это Слово оно будет действовать внутри нас силой своей. Поэтому, что очень важно, и я, и все наши верующие, какие бы ни причем проблемы, ничего страшного. Необходимо найти теперь радость от того, что и на эту проблему в Слове найти ответы. Я желаю, чтобы вы наслаждались с этим бассейном. И, к примеру, люди, которые находятся сейчас в болезнях на местах действия, вот я желаю, чтобы вы стали свидетелями исцеления, потому что вы испытываете радость, и теперь вы можете послужить другим, чтобы они тоже испытали. Сейчас очень много людей на местах действия, они больные, духовно больные и физически больные. И вот этим вот больным людям, если, к примеру, у меня есть радость от Слова, тогда я могу стать свидетелем исцеления для этих людей и послушать им. Вот таким вот образом, тогда Бог, Он специально даст мне много ответов, потому что я выполняю работу свидетеля. То есть многие благословения придут ко мне. И вот если подымется один ученик, который поднялся по Слову, Евангелие, тогда оживет один район. Вот если подымется какой-то один специалист, который пришел к Евангелии, получил ответ через Евангелие, Бог через него сделает огромное действие. Послушайте, Евангелие, которое и сегодня надо испытывать. Вот. То есть мы посмотрим историю израильского народа, то они держались за вот это слово. И вот это слово Бог говорит не только Израилю тогда, и сейчас Бог это слово нам говорит. Поэтому держа за действие, которое происходит от испытаний невольно. Каждый день я благословляю, чтобы каждый день на Вашем местодействии сходило Царство Небесное. Бог, помоги нам охотиться только за Евангелие. Помоги нам стать церковью, все верующие церкви Хана, которые не упустят суть Евангелия. И ради того, чтобы испытывать Евангелие, помоги каждый день во всех делах через Слово Божие находить радость от того, что мы находим ответы. Голосы, чтобы началось это действие. Молимся во имя Иисуса Христа, Живого Господа нашего, с благодарностью. Аминь.